Более трех с половиной миллионов рублей выделили власти города представителям малого и среднего бизнеса. Получить субсидию от администрации Перворайска смогли предприниматели, ведущие социально значимую деятельность. Кто получит деньги и на что их потратят бизнесмены, узнавала Светлана Вахмянина. Вот здесь мы планируем нашу собственную студию звукозаписи. Уже начали подготовку. Шумопоглощающая обивка стен и качественное оборудование – все, что нужно для создания профессиональной музыкальной студии. Теперь главная цель Натальи Новодворской и ее воспитанников стала еще ближе. Эстрадная студия «Сцена» получила субсидию от администрации Перворайска – 400 тысяч рублей. На эти средства приобретут звукорежиссерский пульт и новые студийные мониторы. Наша мечта – это студия «Сцена Рекордс». То есть мы хотим ни от кого не зависеть, хотим записывать свои фонограммы, просто детей записывать, чтобы у нас была собственная музыка, собственные диски. То есть дальше развиваться в этом направлении. Это очень сейчас нам необходимо. Хотим собственные авторские фонограммы писать. Главным условием для получения субсидий было ведение социально значимой деятельности. Этот пункт вокальному коллективу доказывать не нужно. Студия существует уже 9 лет, регулярно становится дипломантами и лауреатами крупных конкурсов, которые дают юным первоуральцам реальный шанс поступить в лучшие творческие учебные заведения страны. В отборе на получение субсидий могли принять участие представители малого и среднего бизнеса Перворальска, чья деятельность связана с детьми и пенсионерами, а труд направлен на улучшение медицинской, творческой и спортивной среды города. Претенденты должны были предоставить в срок все необходимые документы о понесенных ранее затратах, а также гарантировать, что предприятие просуществует еще как минимум 3 года. Помимо этого, получатели субсидий обязуются взять на работу хотя бы одного нового сотрудника. Тем самым мы поддерживаем не просто предпринимание, но поддерживаем город. У предпринимателей появляются новые услуги, расширяется бизнес, они трудоустраивают людей, тем самым и жителям хорошо, и работникам, и самому предпринимателю. Общая сумма субсидий выплаченных администрацией Перворальска составила более 3,5 миллионов рублей. Распределили их между шестью претендентами. Это студия-сцена, два детских образовательных учреждения, стоматологическая клиника, санаторий Дюжонок. Также отбор прошел и горнолыжный центр «Пильное». Его руководство пока интригует горожан, но уже известно, что благодаря этим денежным средствам в Перворальске появится уникальная услуга для самых маленьких спортсменов. Светлана Вахмянина, Александр Захаров, Денис Хромцов. Хроника дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова